Всем привет! С вами Южик и до старта сезона у нас осталось всего лишь 4 дня, поэтому любой контент, который EA сейчас подгоняет, вызывает у меня интерес, возможно у вас тоже. Поэтому сегодня вместе посмотрим на топ 100 игроков официальной рейтинги. Мы видели топ 22 игрока, а вот сейчас у нас здесь полностью сотка, поэтому начиная вот с 23 позиции и Луиса Суареса, пойдем вниз и будем останавливаться на самых интересных карточках. Естественно, час держать вас не буду. Завтра очень интересный матч в премьер-диге, лондонское дерби, Тоттенхем принимает Челси и 1x ждут ваших прогнозов на этот и другие поединки, так что переходите к ним по QR-коду и по ссылочке в закрепленном комментарии и успехов. Ну а мой специальный промокод Южик принесет офигенный бонус на старте для новых пользователей. Ну поехали! Суарес с пейсом 72 и тремя звездочками на финтах вряд ли будет интересовать, а вот Серхио Рамо с рейтингом 88 это сильно. Пейс, правда, 70 и вот тут я даже не знаю. Нам, конечно, хочется, чтобы центральные защитники бежали под 80, но учитывая фантастические статы Рамоса в дефе 88, это может быть все-таки крутая карточка, если в паре с ним будет кто-то побыстрее. Все-таки с такими статами и ловкостью, балансом, вообще вот тем, что на дриблинге висит у Рамоса, он подвижный, он приятный всегда был. Какой-то линг может засейвить с ПСЖ. Я думаю, что он может все еще быть полезным, особенно на старте FIFA. Бруно Фернандеш, 25-я позиция. Вспоминалось за него, когда смотрел на Дебрюина в топ-22 и отмечал, что Бруно, ну не хуже для меня, чем Дебрюина. Здесь же у него рейтинг 88. Мало, мне кажется, но вы можете написать в комментариях свое мнение. По статам карточка интересная, 70 деф сразу есть. Опека 72, отбор 100 и 73. Ну, достаточно-таки неплохо. И стамина, как обычно, достаточно, чтобы бегать целый матч. Лонгшоты 89. Не знаю, как будет, когда релиз игры состоится, Но вот, по ходу, бетки лонгшоты неплохо так летели. И если так и будет продолжаться, то Бруно Фернандеш, конечно, будет в этом плане очень полезным. Он и в 21-й FIFA, где особо лонгшоты не летели, отличался ударами из-за предела штрафной площади, которые заканчивались голом. Поэтому это интересно. Почему мне не показали вот таким же образом карточку Серхио Рамоса? Вот тут она не прогрузилась. Лукаку. 84 пейс. Ну, на старте может даже где-то и сыграть. Все-таки в этой игре как-то чувствуется масса нападающего. Ее можно использовать, если играть на два нападающих. Может быть, один покрупнее, один поменьше. И Лукаку вот таким вот на старте игры может и зайдет в палочке-то, с ударом хорошим. Но, наверное, если честно, то мы будем скорее искать бегуночков. Но я вот поиграл в бетку, и у меня не было ощущения, что там скорость аж так сильно решает, чтобы отказываться от, допустим, удара в 87 и брать себе там бегунка с ударом в 80 или 82. Плюс удары головой в 89. Изначально у меня, когда еще не было Роналду, Мбапен и Маре, я в бетке поставил бы Лукаку, на него пару раз навесил, и он так успешно мог продавить центральных защитников и там с 6 метров уничтожить просто головой. Поэтому, кто знает, может быть, что-то с него получится. Такие игроки, как Лукаку, как тот же Рамус в защите, они пока что для меня, по крайней мере, имеют право на жизнь, и будет интересно посмотреть. Стерлинг, 88-й рейд, 3 звездочки на Викфуте, бегуночек такой качественный, застока карточка. Вряд ли мы будем искать таких игроков сразу себе в состав, который дорого стоит и на фланге. Мы захотим, наверное, к центр поля или на страйкера подороже, на флангах можно поначалу будет ставить каких-то бюджетных бегунков, поэтому... Кросс рейтингом 88, по-прежнему с крутыми статами и без скорости. Холланд, вот он, рейтингом 88, еще чуть-чуть и будет 90+, бляха, если так будет дальше продолжать. Пассы тут только откровенно слабые, давайте посмотрим, что там, да как, по факту. Короткий пасс, 77, ну вот сыграть где-то там на коротке, в стеночку между нападающим или сапом. Можно и сыграть, не проблема. Да, забросы он не даст, если что, длинный где-то там на фланге, если надо будет чуть-чуть из глубины запустить. Это будет минусом Холланда. В этой игре такие переводы дальние идут хорошо, но в целом машина, конечно. По три звезды скучновато, но вся Бундеслига, я там посмотрел, такая мощная собирается. И кто знает, может быть, где-то на старте игры Холланда вместе с хорошо сбитым Бундесом будет заходить в составчик. Посмотрим на его стоимость. Игра головой у Холланда 69, но с такими габаритами, как у него, он рослый, хочется, чтобы головой забивал, а так получается навесило толку немного. Я не знаю даже, напишите в комментариях, хорош ли Холланг головой или по факту ей дают. Потому что, если я так вспомню, попытаюсь, то действительно Холланг ногами забивает, головой так сразу и не вспомнишь. Навес! Вот он, вратарь с ПСЖ. Маркиньюс впечатляет, я вам скажу. 87-й рейтинг, 31-я позиция мира, 81 скорость и 89 деф. Это очень и очень сильно, при том, что с ловкостью и балансом все, в принципе, в порядке. Это крутая карточка. Подрос, капец, а в паре с Рамосом может быть круто. А даже в паре с каким-то бегунком, там 80 плюс, поесть чуть меньше дефа, там тоже может быть классно. Вау! Рубен Диеш, рейт дали, деф дали, но скорость 61, мало. Вот тут мало. Горецко, 87-й рейт и посмотрите на эти статы. Гулит Гэнг, да, конечно, не легендарные скрипты, да, не звездочки на финтах и не рабочей ноге. Гулиты там, допустим, 4 на финтах и 5 на Викфуте. Но все же, это сильная карточка для центра поля, прям очень и очень крутая. Эндрю Робертсон рейтингом 87, скорости, возможно, хотелось бы нам больше. Хороший для флангового защитника, но у него достаточно хороший деф, как для фланга в обороне. Ну и пас 80, а это может быть интересно, потому что длинные пасы в этой игре имеют значение. Я, правда, не успел ощущить и присмотреться, насколько там сказывается то, что у одного человека 60. 5, допустим, длинный пас, у другого 80. Я так вспоминаю, любил иногда запустить диагональку чисто от флангового защитника, сразу на противоположный фланг на Вингера. Посмотрим, как оно будет. Агуэро 87, по 4 звезды финта нерабочая нога, но с такой скоростью не знаю, пойдет ли кому-то на старт. У Дебала такая интересная карточка, но многие ли будут играть в серии А, я не знаю. Можно его и на падение поставить, можно и на Цапа. Можно будет попробовать Мудрича, в отличие от Кросса, который пешком ходит. Санчо со скоростью 81, это преступление, как по мне. Но это вообще неадекватно, честно говоря. И удар 76, а рейтинг при этом 87, вы серьезно? Еще и выносливость 77. Де Йонг, классные статы, даже финишинг 72 при ударе 69. И выносливость 90. Контроль мяча классный, с пасом, в принципе, все круто у Де Йонга. Это офигенная карточка, и в дафе будет помогать. Ну а бить, я думаю, и без него будет кому в команде, тому, кто его возьмет себе в составчик. Тренд Александр Арнольд с пасом 88. Нифига себе. Я даже не вспомню так вот сразу, чтобы в какой-то из версий FIFA был защитник классный, там 85 плюс рейтинг. Чтобы вот скорости не было прям совсем, а пас 88, и типа поставь себе его на пазе и закидывай куда-то по суле. Мы захотим каких-то бегунков типа Жао Канцело, давайте будем откровенно, или Кайло Уокер. Оль Погба. Карточка, у которой всегда практически в каждой FIFA встречается оверпрайс по началу, потому что он пластичный, достаточно прикольным чувствуется на мяче, плюс высокий, за счет этого может на перехватах сыграть. Сейчас мы видим опять-таки 100 минус, 77. Сейчас мы видим опять-таки высокий рейтинг, но непонятным образом разбросанной статы, что напоминает того же Модрича. Но при этом у Погба есть 5 звезд на финтах, что может добавить эпатажности вашей атаки, плюс рост физика. Но вот вы знаете, когда в прошлое FIFA жестко так влетел Бруно Фернандер в наши составы, мы про Погба Рарного практически забыли. Верати опять с скоростью никакущей, прибили карточку. Чиро Иммобили, ой, это что за команда, это Лацио. Минус эмблема. Иммобили чем-то Холланда напоминает, да? Пас отвратительный, удар есть, но у Холланда, правда, еще скорости побольше, да и тот же удар получше, и физуха. Инсиньи Лоренцо с ударом 78. Ужас. Серхио Бускец, 49-й в мире, 86-й рейт. На СБЧ все так же будет полезен со скоростью 42. Жао Гонцелло закрывает первый полтинник, и это 86-й рейт, и достаточно-таки хорошие статы получше, чем у Трента, потому что пейс есть 85, он уже бежит, пас тоже будет в порядке, и деф на месте. Я еще не видел, конечно, Уокера, но пока что один из лучших пазе, который я видел в игре. Мац Хумельц, 56 скорость, до свидания. Фабинио, 67, ну, может быть, где-то там на самом начале, в самых первых этапах игры кому-то нужен будет игрок, у которого есть там хотя бы пас какой-то и чисто статы дефа, чтобы поставить вместе с бегунком, потаскать рояль на недельку-две максимум. Морес, игрок, которого, в принципе, может быть, и хотелось бы увидеть в составчике, но скорее на ЦАПе, чем на фланге, потому что скорость 81. Морено со скоростью 79, ну, такое. Удар 86, в премере может пригодиться, но не знаю, мне кажется, уже лучше на какого-то Суареса или Бензема смотреть, если игрок без скорости, но все же бьет. Варан, это Манчестер Юнайтед теперь, это АПЛ, это 82 скорость и 87 деф. Статы у Варана крутые, но, думаю, из-за АПЛ и Франции это будет оверпрайз. Бундес по защите, мне кажется, будет поярче. Шкриньяр теперь бежит, и бежит впечатляюще. 80 скорость, разгон, конечно, 76, может быть, стартового рывка не хватит, но все равно это круто, потому что в предыдущей Фифуле буквально он был чисто карточкой для СБЧ, я не видел его ни в одном составе, потому что там скорость была ниже, чем 70, 60 с чем-то. Сейчас такой вот буст, и я просто не знаю, как EA Sports перечитывают эти статы. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, кто следит за серией А, кто знает, как играет Шкриньяр, заслуженный этот буст или нет. Маркус Лоренте, и это игрок, который в паре с Де Йонгом может сделать что-то невероятное, потому что, вау, 88 скорость на старте у Чудака, при этом 78 деф, 80 удар. Это типа как Гурецко, но поярче в плане скорости и динамики, которые может предложить этот игрок. Это карточка, потому что он будет шустрее, чуть-чуть быстрее, и с выносливостью тоже все в порядке, 90. Думаем о парочке Лоренте и Де Йонг, круто, но вспоминаем, что в испанской Ла Лиге что-то так себе в атаке. Я даже и не скажу вам, кто может там сыграть ярко, а нам нужно аж 4 карточки сразу. Рост там Кастилс 197 сантиметров, и с такими статами, которые растут по сравнению с предублющиками и фулей, это уже очень даже достойный братарь, который с зеленым линком под Ля Круа заходит. И это будет офигеть, потому что Мбабу, Ля Круа, Кастилс, зеленые линки, им ничего больше не надо, дальше составчик себе собирай. А Ля Круа, кстати, там крутой. Если бы вы хотели видосик, в котором мы поговорим о карточках, которые вне топ-100, которые классные, которые у меня уже в глазах, там есть, кстати, и бюджетные бесты, то ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотели бы это увидеть, и мы посмотрим вместе. Серия может даже заиграть там где-то, нужно им в центр поля и в атаку еще кого-то, но чисто по защитникам центральным это что-то жесткое. Правда, ловкость, баланс, ух, эта машина будет тяжелее варана разворачиваться. А вот такие линии со скоростью 68, Бунуччи 64, ну, хрен знает. Честно вам скажу, играл на старте в бетку с игроками Бунуччи, смешно. Так вот, в стартовом моем составчике в бетке у меня были защитники скорости вот где-то там 65-69, но при этом с дефом хорошим, как у Бунуччи 85-86. И, честно вам скажу, я не ощутил аж супер проблем, когда играл против даже Реймара и Мбаппе. Я в бетку все же зашел позже, чем другие, поэтому там уже некоторые нафармили, а я нет, и я смог их останавливать. Да, естественно, где-то если получить забросик и провтыкать будут проблемы, но за счет выбора позиций грамотного чтения игры не получалось справляться. Поэтому, честно, вот я бы не хотел накануне FIFA 22 аж так жестко списывать со счетов всяких там Бунучек или не так далее, потому что вдруг заиграет. Но, естественно, будем смотреть на защитников центральных там скоростью повыше. Это нормально. 86-й рейт, но при этом 77 игра в защите. Когда видишь такой высокий рейтинг, хочется 80+, бляха, в защите. А тут думаешь, что возьмешь Сибирарного Минди и проблем не будет. Но зато пас там есть у Жорди Альба. Тиагу чисто для души. Джейми Варди бревнышко, пожалуй, с винтами 3. Но, кто знает, можно на старте кому-то побегать зайдет. Хотя уже даже и не 90 там бежит. Бернарду сил в атак. На любителя, может быть, на ЦАПа, на фланг вряд ли. Коман, 69-я позиция, 86-й рейт. И 86-й рейтинг, но при этом 76 удара. Я в шоке, честно говоря. Финишинг 75. Как так? Так, слабая нога еще 3 звезды. Ну, так. Бегуночек на фланг под бундесмашину. Но если он еще стоит и будет дорого из-за своего рейтинга, то это, конечно, минус. Там лучше взять уже какого-то любого другого деревянного бегунка с ударом 76. Ну, Джорджинью по ИС 55. Ну, понятно. Кризю у нас тут со слабой ногой 3 звезды. Финты на 4. Ну, удар, в принципе, приятный. Но на ЦАПа он зато может стать. И классно там сыграет. И короткий длинный пас в порядке. Гнабри рейтингом 85, ударом 84. Ну, наконец-то. Но скорость 83. Совсем недавно помню карточки Гнабри скоростью там под 90, если даже не выше. Да и в жизни вспоминая его рывочки против Тоттерхэма, он летел как у Горелой. А тут 83. Что-то не понимаю. Выносливость 78. Офигеть. А у Комана 69. С такой выносливостью без замен не обойтись. Тягу силь во скорость. До свидания. Депай. О! Ну, слабая нога 3 звезды. Но финты зато на 5. Вот Депай может и заиграть. И знаете, вот линг Депай. Де Йонг. Это круто. Плюс у Депая тоже, в принципе, все в порядке с пасом. Депай может сыграть ЦАПа, как и Гризман. Это интересная карточка в этом году. Гюндуган, уже который фифу подряд ни рыба ни мясо, что называется. Его никто не использует. Это Ден Азар. Мало играет в последнее время, правда? Удар 80. И рейтинг 85 Азара. Я в шоке. Какой игрок был? Ну, в принципе, еще, наверное, есть, но катастрофа. 30 лет уже, кстати. Ой, мне в октябре тоже 30. Деврай уже бежит 72. И это не чисто карточка для СБЧ, а игрок, на которого даже можно обратить внимание в октябре, когда строим первые составчики, чтобы был у тебя защитник с классным дефом. Серьезно, Давид Сильва здесь вот есть 85 рейтингом. Честно, после того, как он ушел с Сити, я совсем вообще не знаю, как там дела у Давида Сильвы. Помолчу, наверное, но он не ожидал. Хакими. Ну, а вот и он. А вот и он с пассажа со скоростью 95. Дефа, правда, маловато. 76. Но, в принципе, у Минди тоже. С мадридского реала в прошлых хифа деф был где-то там. 76, 77, 78. Но играли с ним до Нового Года практически. Поэтому, учитывая то, что пассажа сумасшедшие карточки есть, я думаю, что с Хакими можно будет и полетать. Ну и последняя двадцатка игроков. Марко Ройс ее открывает. Это чисто уже ЦАП. Говорило, что с Вабиниу можно на старте сыграть. Так можно, если на Диди. Пока нет монет на Супер, там уже классные карточки. Но при этом не хочется играть чисто бегунками, у которых даже дефа нет, что мячи позабирать. Мартинос тут рейтингом 85, с финишингом 85. Это неплохо. Маркус Рашфорд. 85-й рейтинг. И он теряет звездочку с нерабочей ноги. Это проблема. Потому что раньше мы любили его поиспользовать вот где-то в стартовых составах. Когда нет еще монет на Роналду Мбапанеймара. Закинуть его там с левого крыла в нападение. Точно так же с Сором мы делали. И понеслась. Есть пять звезд на финтах. И это круто. Финишинг достаточно-таки хороший. И бежит, и мощность удара. И вот три звезды на нерабочей ноге. Кайл Уокер 85-й рейт. Бежит как надо. 92-й это сильно. В дефе очень даже хорош. Ловкость-баланс, конечно, не такие, как у того же Канцелу. Вы знаете, что Уокер практически в каждой FIFA это мета-карта. Теперь лишь на ЦЗ мы вроде как не должны его использовать. Потому что ей сказали нам, что они будут терять позицию жестко. Посмотрим, как оно будет. Все будут стремиться к Маркусу Лоренто и Де Йонгу, если в испанской премере. А Скоке тоже можно сыграть. Опека и отбор 82-81. Неплохо. Стамер 93. Де Лихт. Неплохо. Достаточно-таки интересная карточка. Алекандро Гомес рейтингом 85. Бежит достаточно-таки неплохо, да. Но удар такой себе. Но не знаю. Я бы уже лучше, наверное, на ЦАПе использовать какого-то Гризмана или Депая, чем Гомеса. С одной стороны, с другой, у него есть 4 звезды на нерабочей ноге. Оба Миянг. По 4 звезды финты и нерабочая нога. Ага. Лоншет такой себе, как и у многих других страйкеров. Финишинг 89. Это красиво. Карвахаль тут вот такой. Роберто Фирмино. 85-й рейт. Хорошо, что они забрали 5-ю звездочку с финтов. Потому что за всем было бы грустно. Давид Алаба. В хвосте топ-100. 98-я позиция. Как для ЦЗ, симпатичные очень даже статы. Но я вам скажу, что вне топ-100 есть Эдар Мелитау. Есть очень много игроков с Бундеслиги. Такой центральный защитник по-любому будет кайфом. Потому что ловкость с балансом сумасшедшая, как для ЦЗ. Скорость, в принципе, достаточно-таки солидная. Ну и деф тоже более-менее нормальные. Перехваты, отбор стоя, опека. 180 сантиметров, правда, Алаба ростом. И при этом прыжки не 90. 81. Это может быть слабым местом Давида, конечно. На втором этаже сыграть. К нему разве что кого-то повыше надо будет использовать. Иначе могут задавить на втором этаже. Да, Баррелла. Высокие воргрейты, это красиво. Ну, для серии А хоть какого-то центрального полузащитника тоже дали. Люк Шоу, последний. Номер 100. 79 скорость, 81 деф. Ну, такое. На ЦЗ уже не поиспользуешь, а на фланге хочется больше скорости. Согласитесь. Ну и все на сегодня. С вами был Ёжик. Мне было интересно посмотреть на эти статы, потому что 80% из них я не видел. Где-то там в редких случаях по одному, по два игрока где-то в Твиттере встречал. Есть много игроков классных вне топ-100. Я уверен, тот же вот Милитао, Гомес Ливерпуля, Клостерманы, Лакруа и так далее. Поэтому, если бы хотели видосик, в котором мы посмотрим на крутые карточки, которые вне топ-100, лайкусики. Ну, а сейчас я ухожу. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok